Друзья, всех приветствую вас на своем канале Деревня в Подмосковье. Меня зовут Алексей. Сегодня, возвращаясь из города, проезжая мимо магазина АБИ, не смог себе отказать в новой покупке. А именно, приобрел себе орхидею стоимостью 649 рублей с двумя цветоносами. Видно, что достаточно молодая, но при этом неплохая и имеет два хороших здоровых цветоноса. При этом имеет пять хороших настоящих листочков и очень неплохая корневая система. После того, как цветоносы сбросят свои цветки, я постараюсь из данных двух цветоносов получить также несколько деток по возможности. Ну а как я буду это делать, вы будете смотреть в моих дальнейших видео. Стоит ли данную орхидею пересаживать или делать какие-то подкормки? Я вам скажу однозначно нет. Дело в том, что мы не знаем, что происходило в магазине, чем ее подкармливали, а тем более, что данное растение еще цветет, как мы видим. Поэтому мы дождемся, пока наши цветоносы отцветут, скинут свои цветки и где-то месяц-два подождем. И после этого, если ничего не будет происходить, после этого только начнем стимулировать наше растение, для того, чтобы появились новые корешки, новые листочки и новые цветоносы. Те, кто недавно только занялся орхидеями, у вас, наверное, как всегда вопрос. В какой же момент поливать данную орхидею? Обращайте внимание на корневую систему. Как только корни серого цвета, значит пора полива. Ну а если корешки у вас еще зеленые, значит поливать еще рано. Но у многих корневую систему не видно, так как либо растение еще маленькое, либо корневая система полностью в грунте. И тогда вы зададите логичный вопрос. Но мы же не видим корневую систему. Что же делать? И начинают поливать и заливать растение. Сверху, как правило, кора полностью сухая, а снизу она мокрая, загнила. Отсюда пошли вспышки заболеваний, и растение у вас, листья пожелтели, и потом оно погибло. Поэтому первым делом смотрите, постарайтесь покрутить растение, посмотреть, может где-то вылез корешок. Второе. Попытайтесь почувствовать, когда у вас растение полностью пролито, корешок достаточно тяжелый. Вот запомните вот этот приблизительный вес, можете даже, как пример, я не знаю, взвесить его. И после того, когда у вас полностью растение заберет всю влагу, корешки станут серыми, у вас грунт становится легкий. И именно в этот момент уже можно поливать. Но не переливайте. Лучше, как говорят, не долить, чем перелить. Также у вас появится вопрос, буду ли я пересаживать в новый горшок. Вполне логично. Но сейчас я пересаживать ничего не буду. Так как ту корневую систему, которую я вижу, она еще относительно небольшая и не заполнила всю емкость данного горшка. После того, как корневая система заполнит емкость моего горшка, или, скажем, почти заполнить, только после этого я возьму горшок на один размер больше и возьму свою орхидею и пересажу ее в новый горшок. Как долго может цвести орхидея? Вы знаете, у всех по-разному. У кого-то она две недели цветет, у кого-то месяц. У меня самое большое цвело три месяца. Но есть те, которые говорят, что цветут и по четыре, а то и больше месяца. У меня пока этого не было, я к этому стремлюсь. Но три месяца я считаю, что для цветения орхидеи это достаточно неплохой срок. И при этом я в описании оставлю ссылки на ролики, где вы можете также посмотреть, где я делаю подкормки, где я делаю полив и мой уход непосредственно за самими орхидеями. Также для ухода за орхидеями можно использовать ватный тампон для того, чтобы протирать влажной ваткой листья. Только не мокрой, а именно влажной. А можно еще взять воду комнатной температуры, налить ее в спрей и сделать несколько таких пшиков, чтобы вот эта роса попала на вашу орхидею. Ну вот такое, в общем, замечательное приобретение на сегодняшний день. Если, друзья, у вас остались вопросы, естественно, задавайте их в комментариях. Напишите, может быть, какие-то у вас есть секреты по выращиванию орхидеи. Также мне будет приятно все это почитать. Ну а вам спасибо, что досмотрели мое видео. Всем пока!